Продолжение следует... Для того, чтобы те, кто занимаются поиском профессиональных источников, обращали внимание, здесь написано, что это dental press, то есть журнала. Скорее всего, это какая-то публичная версия журнала-ортодонти для неподготовленной аудитории. Об этом нам говорит само название. И второе, что полностью отсутствуют источники, прикрепленные к тезисам в начале. Третье, это сама структура статьи, которая построена как отдельные записи или топики, как небольшие фрагменты целой статьи, раскрывающие отдельные аспекты темы. Ну, вроде бы объединенные общей тематикой. И четвертое, то, что здесь по сути своей приведены аргументы, которые напрямую между собой не взаимосвязаны. Поэтому таким статьям доверять, конечно же, в процессе построения научной работы не стоит. И это бессмысленная история. Мы сделаем для себя тоже этот вывод, потому что, конечно, эта статья, ну, если и войдет, как бы, то очень тактика. Там ни в первом эшелоне точно. Собственно, мы заканчиваем. Тут теперь заключение. Угу, заключение. Хотя она построена вроде бы как по структуре научной статьи или близко к ней. Поэтому давайте мотать дальше. Ортодонтическое движение может превратить рецессию в зону риска. И на протяжении всей этой статьи, видимо, потому что он был написан в ортодонтический журнал, то ли есть какая-то цель преследовать ортодонтическое лечение, что, в общем-то, на самом деле неправильно при его адекватном выборе, при планировании совместно с пародонтологом, мы получаем абсолютно адекватный результат без рецессии десны. Или мы их устраняем до установки брекетов. Или мы решаем эти процессы в процессе передвижения зубов, потому что они могут, наоборот, задвигаться в зубную дугу, если они были где-то дестопированы вестибулярно. Поэтому вот этот тезис или заголовок, я бы с ним, конечно, не согласился. Я бы либо сюда написал, что неадекватное ортодонтическое лечение... А, вернее, знаете, может предотвратить рецессии десен в зонах риска. Адекватное, наоборот. Тоже, да, да. Адекватное ортодонтическое движение. Да. Но вопрос, что такое адекватное ортодонтическое движение, тоже позывает вопросы. То есть, есть план, да, нам очень часто всё-таки ортодонтическое движение подразумевает выдвижение дуги в ширину. Потому что основная проблема зубов всё-таки не выдвижение их наружу, а, наоборот, скучивание. Поэтому, ну, естественно, там, какой процент ортодонтов я не скажу, но, в общем-то, основной процент планов подразумевает выдвижение зубов вестибулярно по дуге. И если при этом зубы находятся, продолжают находиться в костной ткани, то, конечно же, оно предотвращает. Но, как бы, вопрос, да, где находится эта костная ткань? Да. Давайте мотать дальше, потому что, очевидно, пока мы здесь ничего такого не видим. При наличии рецессии десны ортодонтическое движение улучшит её, но это не что-то проблем. Нет, это не так. При наличии рецессии десны в подавляющем большинстве ортодонтическое лечение усугубляет степень рецессии, то есть оно повышает класс рецессии или приводит к уболе межзубного сосочка, более прогрессирующей, либо, в общем, так или иначе, оно уменьшает объём костной структуры вестибулярно по высоте и ширине в области уже имеющейся рецессии десны, потому что не создаёт увеличение ни объёма мягких тканей, ни объёма костной ткани. Согласна? Да. Я лично ни разу не видела, чтобы ортодонтическое лечение улучшило наличие рецессии. Чаще, да, и даже если рецессии нет. Чаще наоборот. Да, чаще, даже если нет рецессии, но есть риск их возникновения за счёт выдвижения зубов вестибулярно, они 100% образуются в разной степени и чаще множественные, потому что при ортодонтическом лечении, даже при передвижении мягкими силами, о чём в этой статье написано вначале, не формируется такой объём кости. Даже за счёт того, что есть такой великий учёный Кокич, который сказал о том, что можно передвинуть корпусный зуб, а на его место поставить имплантат. Ну, по сути. Потому что за зубом растёт кость. Или можно зуб передвинуть в соседнюю позицию, а потом вернуть обратно. И объём кости не уйдёт. Да, существуют такие примеры, но далеко не у всех пациентов. И именно вот этот первичный набор факторов генетически детерминированных, определяющих фенотипические показатели, он и будет говорить нам о том, у каких пациентов какой будет результат. Мы действительно пытались из этой статьи высосать, ну, хотя бы какие-то малозначимые аргументы, которые могли бы быть полезны. цеплялись за каждую строчку и в переводе пытались её правильно адаптировать или перевести повторно. Но действительно, вот мы делаем заключение сегодня о том, что у нас совершенно бесполезно. И публиковать её как научный труд, ну, в общем, бессмысленно, потому что никакой смысловой нагрузки научной она не несёт. Давайте посмотрим её источники литературы. Единственное, возможно, что можно взять из этих источников, да, мы, наверное, увеличим это. Поскольку мы исследуем тему и теологии рецессии десны, то статья первая, соотношение между ортодонтическим лечением и здоровьем парадонта, нам бесполезно, потому что это ретроспективный анализ. Это обзорная статья. Да. Статью на испанском. Мне кажется, она тоже будет по шарту литератической. Да, она, это использование компьютерной томографии при описании клиническом, короче, поражении боковых резцов. Ну, вряд ли тут прорезать. Она тоже, в общем, да, нам не даёт понимания. Третья. Тоже ортодонтия. Оцентическое лечение как фактор, да, итерогенных поражений. Ну, в общем, бесполезно для нас. Нет, нет. Четвёртая. Оценка. Инклинация. Тоже ортодонтия, сразу понятно. Используем компьютер-томографию. Понятно. Леарная кость. Экноморфология леарной кости при анализе... Компьютерной томографии. Компьютерной томографии, да. Биологические пределы, передвижение зубов. Тоже ортодонтия. Да. Компьютерная терапия и рецессия десны. Ну вот, единственное, может, что имеет смысл посмотреть, хотя здесь построена она как... Ну, видите, она в виде тем объединённых. Думаете, не стоит ли? Это обзор. Да. Тем более, да, это представлено на каком-то митинге там в тринадцатом году. Угу. Да, здесь у нас... Периодонтальная пластика микрохирургическая. После ортодонтического лечения. Честно говоря, никакая. Ну, мукогенгевальная пластика после ортодонтического лечения не даёт такого результата, как пластика до него. Поэтому все попытки потом уже догонять уходящий пояс, ну, честно, не увенчиваются успехом. Практически никаким. И чаще приводят к костной пластике. А не к пластике мукогенгевальной. Есть только какие-то отдельные, возможно, случаи, если это всё-таки несерьёзные рецессии, только локальные, к тому, что происходит, ну, то есть они дают какой-то эффект. Угу. Эффект изменения нижних резцов да, при генгевальной рецессии. Эм, нет. Это уже, да, то есть это методы лечения. Факторы важности в развитии дегесценции во время... При перемещении, при рукавом перемещении, да, нижнечелюстных резцов. Респективная студия у взрослых ортодонтических пациентов. То есть, на самом деле, это тоже обзорная статья при ортодонтическом лечении, как происходят изменения. Смотрим дальше. Вы сразу понимаете, что обзорная статья. Она очень обширная и включает какую-то целую большую проблему. В ней не содержатся слова. Оценка, исследование, сравнение. Сравнение, ага. Возможно, имеет смысл, как ещё один из полезных навыков, да, для тех, кто просмотрел вот данную часть нашего сегодняшнего эфира. Начинать с источников. Если статья показалась нам интересной, а потом уже переходить к изучению статьи. Ну, то есть, мы будем пробовать и так, и сяк, потому что много появляется прогрессивного, и нам тоже надо идти в ногу совсем, и применять и старые методы, и новые, для того, чтобы быть, в общем, современными, да, и делать то, что имеет высокое качество, то, что мы и ставим, на самом деле, во главу угла. То есть, для нас пока не важно время. У нас есть хороший запас и адекватный для изучения этой проблемы. Ну, то есть, мы спешим, но очень, мы торопимся, так скажем, но не спеша. Не спеша. Комбинация ортодонтического перемещения и парадонтальной терапии при полном закрытии корня при третьем классе рецессии. То есть, здесь, скорее всего, нет темы про причины. Да. Это кейс-репорт один, который мы наблюдаем в 12 лет. Это у одного пациента. Ну, как бы здорово, молодцы, что они закрыли третий класс. Скорее всего, оперировали до, а потом уже применяли ортодонтическое лечение. Рецессии можно ли вылечить? Да, то есть, достижение, кейс-презентация отдельная какая-то. То же самое. Да. Комбинация томографии различных разрешений, которые с закрытием кости на нижно-челюстных боковых зубах. То же самое. Не то. То же самое. Менеджмент, все пока лечение-лечение. Да, да. Изменение, инклинейшн, то же самое. То же самое. Анатомия. Да, пожалуйста. Имплантология вообще у нас пошла. Ультраструктура. Вот откуда вот это все. Вот это наше, да. Вот это, наночь. Этот ужас откуда был весь, который про надкосницу мы читали сегодня. Изменим оригинального периодонта. Опять обезьяны. Ура. У нас давно не было обезьян. Мы изучали в турецкой популяции в прошлый раз. И вот, наконец-то, мы получили, да, на боковых зубах. У них действительно нагрузка жевательная другая. И у них очень высокая стираемость зубов. По сравнению с человеческим, потому что у них другая форма и линия прикуса, и механика вообще движения. Поэтому даже если мы отбросим классическую гнатологию, то у них просто высшая стираемость. Так называемая антогенетическая. То есть в процессе своего развития и жизнедеятельности у них высшая стираемость. Обезьян, поэтому их сравнивать вообще бессмысленно. У них другие нагрузки. Ну и тут все тоже самое. Ну, 18-е тоже самое, 19-е тоже опять проблемы. Ну, вот, собственно, и все. Вот так сегодня был бесполезно потрачен нами вечер на изучение. Ну, наконец, мы добили эту статью. Продолжение следует...